Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу вам показать, как я заготавливаю листья лопуха и где я их применяю. Сейчас как раз конец мая, самое время собирать эти полезные листья. Обычно их собирают конец мая, начало июня. В этот период в листьях очень много полезных веществ, витаминов и самое время заготовить их впрок. Потому что этими полезными листьями можно пользоваться круглый год. Собирать листья, конечно, нужно в экологически чистой местности, подальше от дорог, и листья нужно обязательно хорошенько промыть. Я мою их в ванной, лейкой душа. Даже если листик вам внешне кажется чистым, на самом деле вот эта вот ворсистая поверхность собирает очень много грязи, очень много пыли, поэтому листья хорошенько промываются холодной водой. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в фейсбук, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. В первую очередь листья лопуха я прикладываю к больным суставам. Например, если потянуло запястье и появилась нудная, ноющая боль, то листья лопуха очень быстро снимают болевой синдром. Для этого необходимо листья лопуха промыть и вот эту вот жилку пробить вот таким вот железным молоточком. Я всегда прикладываю по два листа, чтобы эффект был максимальный. Теперь больное запястье оборачиваю листком. Сверху можно обернуть пищевой пленкой, либо обычным пакетом. Поверх пакета нужно обязательно обернуть натуральную шерстяную ткань. Лучше всего такую повязку, конечно, делать на ночь. Но если у вас нет такой возможности, то повязку необходимо оставить как минимум на 2 часа. Достаточно сделать несколько процедур, и болевой сустав перестанет вас беспокоить. Второе, где я использую листья лопуха, это делаю отвар для блеска волос и укрепления корней. Готовится все, конечно, очень просто. Необходимо взять горячую воду, опустить в нее 2-3 листика лопуха и дать им настояться 30-40 минут. Затем волосы помыть шампунем и дальше ополоснуть этим полезным отваром. После первого же применения волосы становятся шелковистыми, блестящими, очень рассыпчатыми. И если делать такое ополаскивание регулярно, то волосы становятся более крепкими и меньше выпадают. Такой отвар из лопуха полезно делать для волос круглый год, поэтому давайте покажу вам, как лопух я заготавливаю на зиму. В первую очередь я делаю спиртовую заготовку листьев лопуха. Для этого необходимо взять чистую баночку, значит, в нее либо порезать, либо порвать листья лопуха, отступая от края где-то примерно 2-3 сантиметра. Дальше необходимо эту баночку заполнить спиртом, либо водкой. У меня спирт, но отлично подходит и водка. Баночку плотно закрываю крышкой и убираю в холодное место на 2-3 недели. Через 2-3 недели необходимо этот раствор процедить и дальше пользоваться. Пользоваться для приготовления компрессов. Компресс из лопуха делается стандартным образом. Необходимо взять ткань, хорошенько смочить ее в настое. Значит, эту ткань приложить к больному месту. Сначала обернуть пищевой пленкой, а затем уже теплой натуральной шерстяной тканью. Оставить на несколько часов. Лучше, конечно, на ночь. Такой компресс я делаю супругу до исчезновения боли где-то примерно 2-3 недели. Дальше, друзья, помимо спиртовой настойки, листья лопуха я еще морожу. То есть их нужно хорошенько промыть, дальше произвольно порвать, либо порезать и сложить в пакеты. Пакеты убрать в холодильнике зимой, при необходимости доставать и пользоваться. Значит, где зимой листья лопуха я применяю? В первую очередь, замороженные листья я использую для приготовления отваров для волос. То есть беру горсть замороженных листьев, заливаю кипятком и ополаскиваю волосы. Зимой у меня часто бывают периоды, когда сильно выпадают волосы. Так вот такие отвары отлично спасают от такой неприятности. Заготовьте сейчас 2-3 пакетика с листьями лопуха. Увидите, как зимой они вам пригодятся. Всего лишь несколько ополаскиваний и волосы перестают выпадать. Затем листья лопуха я использую для лечения подагры, а именно для снятия отека. Точно так же горсть замороженных листьев размораживаю, затем кладу их на тряпочку, тряпочку прикладываю к больному месту, оставляю на несколько часов и делаю такие процедуры, пока отек не спадет. Из замороженных листьев лопуха зимой можно готовить полезный чай. Я знаю многих людей, которые круглый год пьют чай из лопуха, в том числе и летом. Но лично летом я такой чай не завариваю. Мне кажется, летом и так достаточно фруктов, овощей, из которых получаем полезные витамины. А вот зимой такой чай я завариваю. Он специфичный по вкусу, поэтому всегда в него добавляю мед. Значит, в листьях лопуха содержится витамин С, витамин В, это чай мочегонный, патагонный. Поэтому тоже можете заморозить эти листья и зимой при необходимости пить полезный чай и делать компрессы. Но имейте в виду, любые народные средства имеют противопоказания, поэтому необходима консультация врача-специалиста. На этом у меня сегодня все. Если вы, друзья, тоже как-то лечитесь листьями лопуха, то обязательно пишите об этом в комментариях. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, дополняйте меня. С вами была Марина Шукова. Скоро увидимся. Всем пока!